Доброе утро, друзья! 5.30 на Калнинводах. А вы видите, какой концерт для меня? Угу. Сегодня воскресенье. Я думаю, будет солнечно. Дождик шел всю ночь. Как прекрасно утром! Так свежо! Вы знаете, несмотря на то, что очень раннее утро, на улице не холодно. Полная бочка воды налилась. Бочечка такая немаленькая. Прекрасно! Водичка нам нужна. С утра стаканчик водички обязательно. А продолжим. А продолжим мы за чашечкой кофе. Ну вот, как верить, скажите, нашим прогнозчикам, которые пишут, что на сегодня дождя нет. Ой, вы меня извините. Я в халатике, в домашней обстановочке. Дождь на улице идет. Хотя он же должен пройти. Вот так планировать. Зараньше и объявлять, что сегодня мы с вами поедем Пятигорск, да? В Пятигорске я планировала и говорила вам. Хотела Пятигорск показать. Если будет дождь, в Пятигорск мы не поедем. А с вами поедем в магазин, продукты купим. И, ребятки, думаю, что надо поехать мне купить джинсы. Весенние джинсы надо мне взять. Весна, лето, чтобы я могла одевать, когда прохладненько. Так как немножечко я схуднула, те джинсы, которые у меня есть, они уже все, ребятки, большие. Да-да-да. Могу порадоваться. Шоколадка у меня. Ну, здесь у меня 85% какао. И в 100 граммах 28 углеводов. Ну, то есть шоколадка такая, достаточно много бобов. Горькенькая. Ну, ничего, все равно приятно насладиться. А некоторые люди даже больше любят такой шоколад. Но я не привыкла, нет. Скажу вам честно, я любила молочный шоколад. А молочный шоколад, говорят, самый вредный. Да-да. Оставлю немножечко, когда Николай Романович приедет, ему тоже можно такую шоколадку. Но он не любит. Не любит ребеночек. Поедем, посмотрим. Может быть, что-то и подберу из джинсов. Правильно? Надо, надо обновиться немножечко. Очень мне хочется жить, с жизнью радоваться, обновиться. Так, посадили мы вчера. Я вам покажу очень много. Вот, я уже на вечер не стала вам показывать. Думаю, ладненько, завтра сниму ролик. И дополню, что я делала вчера. Очень много посадили. И я такая довольная, что немножко посадовничала. Ребятки, и под дождик. Это уже хороший знак. Когда под дождик поработаешь. Нет, не буду я с шоколадом портить кофе. Хочу все-таки так насладиться. Что еще заплановать? Наверное, что-то приготовлю. А знаете, я ведь совершенно хлеб не пеку. И так хорошо. Магазинный хлеб очень мало кушаем. А когда домашний очень много. Я шучу. Он непорезный, хлеб с магазина. Особенно для меня. Поэтому, перед тем, как поехать по магазинам, я замешаю заквасочку, подкормлю. И поедем, поедем, поедем. А когда мы приедем, закваска будет уже готова. И мы смело сможем с вами замешивать хлебушек. А выпекать, естественно, завтра. Так. А завтра, завтра я поеду к внуку после обеда. Тогда смогу выпечь. Выпеку хлеб, успею. И детям вчера спрашивают. Мамочка, хлеб у тебя есть? Я говорю. Нету? Мамочка немножечко тормознулась с хлебом. И еще вам хочу, если только не поленюсь. А если поленюсь, то есть такая павелка, то составлюсь. Я вам покажу рецепт слоеного теста и очень быстрого, но очень-очень вкусного. Да-да-да, покажу. Правда, он на дрожжах, на быстрых, на сухих дрожжах. Но ничего. Иногда все можно. Только в меру. Вот такие планы у меня. А может быть, я даже и сейчас это тесто сделаю слоеное. И буду делать. Не знаю. Честно говоря, не знаю. Мне сейчас надо сделать завтрак для мужа. Ну, 6 часов утра. Я думаю, что он встанет через пару часиков, а то, может быть, и через 3 часа. Я бы успела сделать вот это слоеное тесто. Оно делается очень быстро. Первый раз даете подойти к тесту. Второй раз вы уже сделали. Все. Оно подходит. И все. И вы уже выпекаете. Хорошая. По-моему, так. Я нашла, искала кулич на сковородке, рецепт в своих старых записях. И вот нашла вот этот рецепт. Думаю, нет, надо поделиться со своими девчонками. Кстати, я так благодарна, что вы подписываетесь. Ребята, только слабая подписка идет на цену. Дорогие мои. Ну, пожалуйста, подписывайтесь. С Ютуба я не знаю, сколько подписалось. Мало. Ребят, поддержите. Потому что это видео я загружу и на Ютуб. Вот. И очень большая просьба. Комментарии такие хорошие пишите. Тоже благодарна. Очень благодарна. Читаю, смеюсь. У меня в основном веселые комментарии. Одна девочка пишет мне. Я говорю, значит, смотрите, смотрите внимательно. Она мне пишет. Смотрим, смотрим на вашу спину. Но я ведь извиняюсь, когда говорю, что поворачиваюсь к вам спиной и очень прошу меня извинить. Но видно, она не извинила меня. Я ей написала. Буду стараться исправляться. Много смешных комментариев девчонки пишут. Есть там одна женщина, пожалелась. Миленькая, здоровья вам. Вы смотрите меня. Здоровья вам. Чтоб у вас было все хорошо. Поправились вы. Жалуются, что очень болят коленочки. Хотя она, вы знаете, даже, я хочу сказать, и невозрастная еще дама. Я считаю, что 52 года, это, ну, это, это женщина в самом расцвете сил. Да. Делайте, делайте зарядку, которая у меня в ленте. Вот за себя могу сказать. Очень помогла эта зарядка, поэтому делайте, миленькая. Поможет. Я в прошлом году с июня месяца, ну, где-то в конце мая, ну, запомнила, что июнь. Вот. Поэтому я вот уже сколько делаю, да? Май, июнь. Это получается уже вот 10 месяцев почти. Ну, я чувствую себя человеком. Я не устаю повторять и не устану вас убеждать. Эта зарядка помогает спине и коленям. Вот, которая у меня в ленте. Пролистайте, Светлана Александровна, зарядка, которая мне помогла. Так прямо и написано. И вы посмотрите, она у меня и на Дзене, она у меня и на Ютубе. Поэтому пользуйтесь. Я очень хочу, чтобы вам помогло. Очень хочу. Да, первое время там медленно все надо делать. А почему надо медленно делать? Чтобы вы не повредили свои коленочки. Вот. Поэтому, дорогие мои, делайте зарядочку. Делайте. Я уже позволяю себе делать через день. Да. Вот так. Ну, я там еще добавила ходьбу. Значит, я не хожу много. Добавила ходьбу себе. Добавила себе зарядку для шеи и грудного отдела. Для рук добавила. Поэтому, знаете как? Я чувствую, что той зарядки, которая у меня в ленте, мне мало. И я добавила себе. Так и вы будете со временем добавлять. И вот, честное слово, я день не сделаю. На второй день мой организм требует. Не более, я встаю рано. Редко-редко, когда мне хочется поспать. Часка до восьми, до девяти. Вот. Я все-таки, ребята, утром встала. Для себя любимой сделала зарядку. Приняла душ. И бодрая. Все. Я уже постель себе поменяла. Шесть утра, да? Постель себе поменяла. Сейчас уже стирка идет. Все. Приняла душ. Пью с вами кофе. С вами общаюсь. Это же радость. Это моя жизнь. Я очень довольна, что у меня есть интернет-семья. Я знаю, что я могу и поделиться, и пожалиться, и немножко вас поругать, что на дзен не подписывайтесь. Быстренько на дзен, девчонки. Россия, помогите мне дзен раскрутить. Пожалуйста. Хотя я не знаю, может и за рубежом там дзен у нас распространен. Не знаю. Но в Испании прошу. Я говорю, сестра, у тебя есть дзен? Она говорит, а кто это такое? Я говорю, тогда точно не было. У меня сестричка в Испании, у меня сестричка в Германии, а я никуда не хочу. Я люблю свою Россию. Очень люблю. Нет, отдохнуть, посмотреть, это, конечно, все. Ух ты, ухуйка летает. Ты посмотри. Уже тут как смело они себя чувствуют. Где же она залетела? А это все виноват мой муж. Поругайте его. Он сетку до сих пор на двери не сделал. На окнах есть? А вот на дверях у нас сетки еще нет. Я прям хочу, как двери сетку, чтобы он сделал. А у нас здесь три двери. Вот на три двери нам надо сетку сделать. Вот такие-то пироги, вот такие-то пламы. И, может быть, еще даже мы сегодня поедем и купим вот на вот эту стену, где вот у нас камин, все. Придумали мы, наконец-таки, как мы сделаем эту стену. Не хотели спешить. Вот честно. Во-первых, мы не видели, какая у нас здесь будет стена. А теперь мы уже все увидели. И увидели, какая будет стена вот тут, когда в дом заходишь. Нам надо сделать вот эту стену, эту стену, привести в порядок камин. Практически все. Здесь, значит, у нас будут ставиться третье стекло. Здесь у нас два стекла. Еще муж хочет поставить третье стекло. Да-да-да. Витражи. Две стенки. Все-таки хочется, чтобы было потеплее зимой. Сделаем. Все мы сделаем. Мы все осилим. Мы сильные. Нам бы денег побольше, ребят. Мы бы горы свернули. Всю жизнь строимся. Вот всю жизнь мы с мужем строились. Я вот вам расскажу. Когда мы с мужем поженились, уехали жить в Дагестан. Там у них двухэтажный дом был. Но первый этаж был недостроен. Второй этаж была, значит, очень такая огромная веранда. И там кухня. И две комнаты. Но папа у моего мужа умер очень рано. Очень рано. И не успел все доделать. Ну, а мама что? Она женщина. Да еще трое деток. Естественно. Хотя их четверо. Ой, подождите, что я вам говорю? Все правильно. Господи, аж думала, что я это. Да что такое? Ворли что-то застряло. Все правильно. У них три брата и одна сестричка. Вот. И маме, конечно, было трудно. Да еще, знаете, ребятки-то, вот как мой муж, они-то уже восемнадцать, двадцать лет. А сестренка еще младший братик. Они, конечно, были маленькие. Очень маленькие. Его младший братик жил, наверное, где-то год у нас. А потом все-таки опять к маму хочу. Поехал. Четвертый, пятый класс. Мы взяли сюда, к нам на Кавминводы. Вот. Но он маленький. Скучал, конечно, за мамой. Вот. Хотя потом мама говорит, зря я уехал. Надо было с вами жить. Он такой помощник был. Это вообще. Ну вот. И как мы туда уехали, в Дагестан, мы поженились и поехали туда, в Дагестан. Жить. Приехали туда, там себе начали комнату делать. Ну, я так не привыкла. Наверное, сейчас для меня это запросто. Поехать туда жить, там прекрасная погода, там прекрасно жить. Ну, тогда для меня, ребятки, это было страшно. Уехала туда, русского языка нет. Вот. Хотя я могу и на другом языке общаться, но его языка я-то не знала. Вот. И моего языка там, конечно, не знали. Вот и все. Вот и получалось. Трудно. Мне. И мы решили уехать сюда, назад вернуться на Кавминводы. А мы с мужем вместе учились. Поэтому и познакомились. Ну, не поэтому, а потому что мы полюбили друг друга. А познакомились мы, ну, здесь у нас, на Кавминвода. И, ребятки, что хочу сказать. Я не про это. Про меня можно рассказывать целый роман. Прожила-то уже мама родная. Там начали строить комнату. Уехали. Приехали к моим родителям. Ну, естественно. Я уже ждала своего первенца, сыночка. Вот. И мы задумались, что нам мало места. Начали у родителей строиться. Строили-строили у родителей. Мне квартиру дали. Уже я, дочечка, я вам рассказывала. Вот. Что я уже ждала дочечку. И мне дали квартиру. Вот. Уехали. Там у родителей построили. Однокомнатную квартиру. Нет. Ну, мы с мамой строили, конечно. С мамой. Все вместе строили. Ну, строили. Имеем в виду, что мы строились. Но тем временем. У меня же этот еще дом. Мы строились здесь. Представляете? Хотели продать этот план. А муж говорит, нет. Я хочу дом строить. Он не помешает. Будет сыну там. Далее прочие планы. На перспективу. И потом, значит, мы решили все-таки дом строить и переходить. Да? Самостоятельности захотели. Ну, и дом свой захотели очень. Квартиру продали. Муж у меня уехал за границу денежку зарабатывать. И, как говорится, он хороший специалист. И отправили их от работы. По контракту отправили, значит, это, работать. Вот он оттуда денежек привез. Квартиру мы продали. И дом возвели. Вот. И до сих пор нам все мало и мало. Мы расстраиваемся. То пристроили, то это пристроили. То бассейн мне муж сделал. Ну, строим, строим и строим. Вот за это я хотела сказать, что... А теперь же вот у нас вот эта летняя кухня. Была летней. Просто навес, крыша и все. А газовая печка я тут так... А теперь мне захотелось, чтобы она была всесезонка. Вот сейчас муж спит. Если бы я так орала в той... В доме, он бы уже встал. Вот. А я здесь, извините, одна. Что хочу, то и делаю хозяйка. Все. Ароматный кофе. Я уже все закончила. Все, дорогие. Встретимся дальше. Так, держу перед вами отчет. Поработала на всю катушку. Здесь у меня кинза. Всходит у меня, как видите, укропчик. А здесь... Не знаю. То ли это будет у меня реган, то ли тмин. Не помню. Но гости приехали, и я сразу их в огород. Николай Романович, как у вас тут дела? Как продвигается ваша работа в колхозе? Клубника, все хорошо. Ничего не буду делать. В смысле? Клубнику буду поливать только и все. Ага, только, да, клубничка. А клубничка уже зацвела? Да, цветет. Скоро будет... Скоро будет тот-таки. Отлично. Я это, ребята, все-таки сделала. Вот такой у меня ряд. Здесь посадила кинзу. Кинзы много не бывает. Правильно? А там у меня пастернак. По натеплице ничего нет. Вот там дорожечка. И в самом конце... А я сейчас подойду. Да, уже приустала я. Надо идти кофе пить. Вот. А вот здесь, ребята, мята. Угу. Моя здесь. Она распространилась, но я ее убрала. Одним словом... Одним словом я это сделала. Вышла поработать еще часик тут вот на улице. Уже вечер у нас. Видите, заросло. А февраль месяц, я все здесь идеально. Вот там у меня даже видео есть, когда здесь было все чисто. А вот вы знаете, у меня елочка моя, по-моему, принимается. Муж полил сегодня. Сейчас я все уберу. Гляньте, какие красивые. Оранжевенькие. Красота, да? И вот тут тоже, вокруг клумбы, тоже надо убрать. Ну, смотрите, какие чудики. Вот я их люблю. Пальмочка с колокольчиками. Ой, какая красота. И посмотрите, как цветет слива. Да? Это же вообще, дай бог, урожай. В прошлом году было очень мало урожая на этой сливе. Но дождик обещают. И вишня рядом. Там вишня, это хорошая. Это вишня-шпанка. Безумно хорошая. А вот эту веточку осенью пересажу себе в огород. Смотрите. Ну, красота же. Красота. И вон маленькая, видите? Это тоже вишенька. Такая же точно. И вот вишенька тоже. А это я хочу к сыну осенью забрать ее. Вон, гляньте. Одним словом, одним словом вишеньки будут. Если, конечно, дождик не испортит. Вот, смотрите. Да? Листьев нет, а цвет, пожалуйста. Я даже не обратила внимания. Гляньте. А эта веточка вон сломана. Ой, как жалко. А она вся цветет. Значит, сокодвижение есть, да? Я ее трогать не буду. Ой, бедная. А вот с этим что делать? Он такой колючий. Ну, придется хорошенько здесь поработать. Клумбочки сделала, ребят. И уже вот ведро полное. Ну, в принципе, вот здесь будет самое труднее. Потому что тут уже цветы, и не хочется поранить их. Ну, ничего. Сейчас и эти половинку быстренько сделаю. Все, я герой. Два с половиной ведра. Можете представить? И у меня теперь клумбочка безумно красивая. Если бы еще там соседи вычистили, то было бы вообще прекрасно. Ну, я думаю, все уберутся. Сейчас просто, может, кому-то что-то некогда. Вон мои два с половиной ведра. Видите? И еще вот по краю. Два метра. Это мои. Это вот от краю дороги. Это мою. Это все, ребят, мне надо тушить. Убирать, обрезать, чистить. И вон вишенька и веточка. Это все мое. Двадцать метров. Двадцать на два. Это мое. Вот такая красота. Но у нас гремит гром. И, вероятно, будет дождик. Такие корни цветов. Видите? Хотим сейчас еще посадить. Дождик начался. Все. Ливень еще и с ветром. Видите какой? Обалдеть. Это что-то. Да, первый такой сильный дождь. Спасибо. Спасибо.